Друзья! Друзья! Вместе с тем, именно эта основа жизни и самоощущение человека, можно сказать, его дух и его душа. Каким будет человек, спокойным или беспокойным, зависит от того, живет ли человек в соответствии с определенными законами мироздания или нарушает их. Что такое душевное спокойствие и равновесие человека? В этой жизни каждый человек живет по определенным программам, заложенным обществом, родителями, друзьями и знакомыми, просмотром кинофильмов и чтением книг. В результате, человек по инерции реагирует на происходящие события согласно сложившимся стереотипам. Именно поэтому существуют душевные беспокойства, массовые страхи, осуждения или непринятия чего-либо происходящего в окружающем мире. Так что такое душевное спокойствие? Как его достичь? А ведь человеку только то и нужно, что задуматься о том, кто же он, зачем он живет и куда он стремится. И когда он понимает, что его личность, его сознание и эго созданы душой для цели эволюции и развития, вот тогда его мысли будут успокоенными. Душа будет спокойна. В душе будет радость от того, что человек помогает ей накапливать позитивный и благостный опыт. Когда человек живет в суете, когда его мысли хаотичны, это говорит о том, что нет единства его души с его личностью. Тогда и нечего говорить о душевном спокойствии и равновесии. Кроме того, существуют законы Абсолюта или законы Бога, которые даны не только человеку и человечеству в целом, а и всему мирозданию для развития и эволюции. И вот когда душа становится первичной у человека, а его личность, эго и сознание следуют за ней, тогда и человек идет по жизни спокойно и может управлять своей жизнью, своей судьбой. У такого человека и со здоровьем все в порядке, и на душе хорошо. Когда у человека проблемы с душевным равновесием, когда его психика нестабильна и его мысли сумбурны и хаотичны, это означает, что человек живет прежде всего своей личностью, а не душой. Существует даже такое понятие, как культ личности и идолопоклонство. Это когда человек, вместо того, чтобы жить душой, гоняется за внешними вещами, создавая культ из одежды, вещей, еды, и это также может быть все, что угодно. Компьютерные игры, рок-звезды, фанаты на стадионе и многое другое. Однако душа всегда первична, и тело с его личностью созданы именно ею для развития человека. И поэтому, чтобы обрести душевное спокойствие и равновесие, нужно любить себя, свою душу, того внутреннего себя, который существует постоянно. Когда личность следует за душой, она начинает жить гармонично и проявляться в соответствии с законами Бога. Вот тогда человек обретает душевное спокойствие, потому что задачи души выполняются. Человек развивается, и появляется внутреннее спокойствие и радость. Это вовсе не значит, что надо отказаться от материального мира, просто нужно жить в нем, в гармонии и равновесии. Если воспринимать окружающий мир как дар Бога, дар своей души, и относиться к каждому встречному как к частичке своей души, частичке Бога, вот тогда и будет внутреннее душевное спокойствие, равновесие и гармония. Небольшая пауза для отдыха глаз и тренировки осознанности. Прикройте глаза, расслабьтесь и вспомните. А не забыли ли вы поставить лайк под этим видео, а главное подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы присоединиться к нашему сообществу мудрых, добрых и постоянно развивающихся личностей. Чаще тренируйте осознанность. Всем добра и мудрости. А мы продолжаем. Как обрести душевное равновесие? Есть люди, которые не читают газеты, телевизор не смотрят. О катастрофах и терактах они само собой не знают, и им это неинтересно. Таких людей считают бездушными и черствыми. Хотя на самом деле именно они удерживают и сохраняют равновесие и гармонию на земле, не вовлекаясь в человеческий негатив и не проявляя негативных мыслей и эмоций, которые оседают в виде низких энергий в земном пространстве. Как же обрести душевное равновесие? Существует простой способ быть спокойным и не проявлять вражду к окружающим людям. Когда на вашем пути встречается человек, вызывающий раздражение, то нужно представить, что человек этот ваш ребенок, пусть и не очень воспитанный, но все же ваш родной ребенок, и послать ему любовь. Тогда и спокойствие внутреннее будет, и душевное равновесие обретете, да и окружающий мир тоже изменится в лучшую сторону. И, конечно, надо знать такие вещи, что душа, как частичка Бога или Духа, представляет собой единство всего, что существует в мироздании, абсолютную любовь, созидающую все в мироздании. И здесь важно понять, что душевное беспокойство создают незрелая личность, человеческий ум и эго, потому что в них заложены старые шаблоны, стереотипы поведения и образ мышления. Другими словами, в них заложены дуальность или разделение, основанное на борьбе за выживание. А потому ум и эго желают контролировать человека, быть его хозяином. В результате человек делит окружающих на своих и чужих, на темное и светлое. Другими словами, борется за свое выживание. Однако ему не нужно выживать, он и так вечен, потому что вечна его душа. Эго и ум человека возвеличивают его, усиливая его значимость, тщеславие, гордыню. Эго говорит, что ты прекрасен, бесценен, и тебе нет дела до других людей. В таком случае надо наполнить свое эго любовью, сказать ему, что хотите жить по законам души, по законам Бога или Духа. Эго не захочет терять вас и станет уже служить вам, а вы не будете служить ему. И тогда эго будет служить вам, будет служить вашей душе, тогда и будет гармония между личностью, эго и душой. Вы обретете душевное равновесие и спокойствие. Душевного беспокойства не будет, потому что будет идти развитие, сознание будет расширяться, вы будете понимать, что окружающий мир является частью вас самих. Человек долгое время живет в разделении со своей душой и Богом. От того и все беспокойство, болезни, страхи и уныния. Но теперь нужно учиться жить по-новому, по законам Бога или мироздания, устремляясь к Богу, имея возвышенные и благие цели и намерения, основанные на всеобщей любви. Тогда будет проще понять, как обрести душевное спокойствие и равновесие. Вернее, это даже и понимать уже не понадобится. Вы просто автоматически станете таким и все. Без всяких дополнительных усилий и условий. Ну а если у вас пока остались вопросы, смотрите и дальше наш канал обучения и саморазвития. Мы регулярно делимся множеством интересной информации. Например, далее вы можете узнать о том, как самостоятельно избавиться от депрессии с минимальными моральными усилиями и о том, как очистить себя от негатива в жизни. Чтобы дальше для хорошего настроения приходилось прилагать как можно меньше усилий, тогда большие дела, если вы отважитесь их наконец начать, будут свершаться чуть ли не сами собой, чего мы вам и желаем, и даже советуем. Спасибо вам за внимание, хорошего вам настроения, замечательных благ жизни. Всегда сохраняйте и приумножайте душевное равновесие. Любите друг друга. Всего вам доброго. Но на этом еще не конец, вернее, все только начинается. Большая просьба именно к тебе лично. Не забудь подписаться на этот канал обучения, общения и саморазвития, чтобы каждый день становиться все успешнее, осознаннее, добрее и мудрее, развиваясь вместе с нами и нашими экспертами. А главное, общаясь с огромным сообществом развивающихся в разных направлениях людей, среди которых легко сможешь найти себе по-настоящему правильных друзей со схожими интересами, которые будут тебя мотивировать к новым достижениям. Не бойся дружить, советовать и помогать другим в комментариях. И, конечно, чтобы получать оповещения о последних и самых полезных видео, рядом с подпиской необходимо нажать и на колокольчик. Также не забудь поставить лайк, если тебе понравилось видео. Напиши свое мнение или вопрос по теме, а другие зрители и наши эксперты постараются отвечать максимально быстро и развернуто, ведь мы читаем все комментарии. Поддержи нас и развивайся вместе с нами. Ну и, конечно, если ты больше любишь читать, то заходи на наш официальный сайт, портал обучения и саморазвития, где можно найти тот же материал и в печатном виде. Ссылка на эту статью на сайте будет в описании. А если у тебя есть возможность поддержать развитие проекта материально, то найдешь там же и ссылочку на пожертвования и помощь каналу. И главное, не забудь поделиться этим видео с друзьями. Давай делать больше хороших дел, распространять знания и помогать друг другу. Доброты и мудрости, к сожалению, так не хватает этому миру. А на этом будем прощаться. Рекомендую посмотреть и другие видео, в том числе на непривычные для тебя темы. Важных направлений саморазвития на самом деле очень много, поэтому мы подготовили большой набор лучших материалов, чтобы каждый мог найти нужное, а также имел возможность развиваться в разных темах, а не только зацикливаться одной, сужая тем самым свое видение, мышление и мировоззрение. Естественно, желаю тебе в любом случае мудрости, любви, успеха и всех остальных благ. Хорошего и продуктивного тебе сегодняшнего дня. А сейчас отправляйся заниматься полезными и добрыми делами в реальной жизни. Или, чтобы стать еще мудрее, переходи к просмотру следующего видео на автовоспроизведении или из тех, которые ты сейчас увидишь перед собой на экране. Всем добра! Субтитры создавал DimaTorzok